Всем привет! Мы находимся в гостях у Корнелио Сэм на фабрике Тандем. Корнелио, привет! Привет, Амир! Привет, Корнелио! Привет, Оль! Ты знаешь, Корнелио, я вот рядом с тобой сижу и уже заряжаюсь энергией. Вот ты мне объясни, вот как это происходит, откуда у тебя столько энергии, что ты с собой делаешь, почему так происходит у тебя? Ты знаешь, Амир, в последнее время я тоже смотрю на тебя, и тебя тоже распирает энергия. А это происходит по тому, когда мы делаем то дело, которое считаем по достоинству, что мы не тратим время зря, мы не просто не располагаем свою жизнь. И когда у нас такое осознание есть, у нас включаются все аккумуляторы, все движки работают на максимум, и тогда мы можем генерировать энергию. А ты всегда был таким? Вот в каком году ты стал тем Корнелио Сэм, которого воспринимают сейчас окружающие и говорят, что Корнелио Сэм, да он так заряжает! Ну не знаю, вообще жизнь раз пять менялась, у меня полноценно, раза три меня вообще круг своего общения. Думаю, последние лет семь я начал себя трансформировать, а вот к результатам тем, которые есть, это, наверное, года два назад. Я подошел поближе, но на этом не останавливаюсь, мне очень интересно дальше помогать, развивать, вдохновлять, воодушевлять. И я думаю, что по-настоящему мы можем изменить этот мир и сделать его, как минимум, то общество, в котором мы живем, офигенно крутым. Скажи, а вот бывает у тебя такое, что вот у тебя не получилось вот сейчас, то есть не два года, не три года назад сейчас, вот что-то не получилось, не реализовал то, что ты хотел, то, что ты назначил. Ты расстраиваешься вообще, разочаровываешься? Конечно! Я так расстраиваюсь, что ты капец, короче. Я сразу себе ставлю цель два раза выше, чем ту, которую я не смог взять. Ну вот, допустим, ты поставил себе цель, ты ее не выполнил, ты расстроился, что ты делаешь для того, чтобы опять набрать позитивную энергию и идти вперед? Вот есть у тебя какая-то технология откорнонесая? Ну технология откорнонесая, это обычно, просто не париться. Просто отпустить, позволить себе ошибаться, потому что мы все ошибаемся, и если мы уже не ошибаемся, это верный знак того, что мы ничего не делаем нового. И тогда нужно чаще задумываться о том, что у меня все хорошо, какая-то хрень происходит. Значит, если все хорошо, то действительно происходит что-то не очень хорошее. А происходит то, что мы не делаем нового, раз мы не делаем нового, а конкуренты или другие люди этого делают, и они скоро-скоро где-то нас обойдут. Потому что есть два состояния. В одном состоянии мы рубим деревья, в другом состоянии мы точим топор. И вот когда мы точим топор, конкуренты нас обходят. Но с наточенным топором мы сделаем это в два-три раза быстрее их, с меньшим ресурсом, с большим воодушевлением. Мы будем радоваться, как эти деревья валятся, потому что у нас крутой заточенный топор. А с точным топор – это как раз то дело, которое вы делаете, образовываете людей, даете им новые знания. Вот крутой нетворкинг, когда люди берут историю успеха, накладывают эту историю на свою. И отсюда, ну, как минимум энергию берут, а во-вторых, точно берут знания. Скажи, пожалуйста, в твоей команде еще сколько человек? Ну, сейчас нас больше трехсот. Все такие же сумасшедшие, все такие же… Ну, топы точно сумасшедшие, особенно те, с кем я работаю, да, потому что, ну, иначе никак. Мы должны быть в одном манесоне. Ну, это как на одной лодке, если как бы один там что-то не делает или что-то делает неправильно. О, мы на мебельной фабрике, это прямо слышно в микрофон, я думаю. Вот, если что-то кто-то не делает не так, то либо эту лодку разворачивать, либо она не идет своим ходом так, как хотелось бы. И тогда всем семерым, восьмерым оставшимся приходится очень много энергии и ресурсов и бизнес-процессов перестраивать, чтобы вот из-за одного лодка шла в нужное направление, лодка шла с той скоростью, которую нам надо. Поэтому, конечно, вопрос команды – это очень сильный, важный вопрос, над которым мы работаем больше, чем, наверное, там, 30-40%. То есть, как ты считаешь, в команде люди должны быть все одинаковые, то есть, они одинаково должны какие-то ценности иметь, да, от этого? Или все-таки должны быть чуть-чуть разные люди, чтобы они уравновешивали друг друга и дополняли? Вот, это очень крутой вопрос. Я думаю, что ценности должны быть одинаковые, а экспертность у людей должна быть разная. То есть, один должен быть хорошим художником для того, чтобы нарисовать какой-то хороший дизайн, второй должен быть очень технически подвязанный человек, третий должен сгармонизировать пространство для них, это некий такой менеджер, который ничего не умеет, но умеет вот этих людей так воодушевить, чтобы они вот, ну, хотели прямо рисовать круче всех, юрист, который их защитит от внешних каких-то факторов, да, бухгалтер, который максимально, там, или финансист, который просчитает так, чтобы при минимальных инвестициях был максимальный эффект. И, конечно, экспертность разная, а вот дух должен быть один, дух компании один. Скажи, а вот в твоей вот модели, вот идеально, вот, допустим, я хочу создать бизнес, вот ты считаешь, мне одному создавать бизнес, либо брать партнер кого-то, и сколько лучше партнера? Три человека, два человека. Вот в твоей идеальной картине. Смотри, в моей идеальной картине, конечно, синергия, она происходит, и в моей идеальной картине это больше, чем один человек. Вот тоже не зря тандем, тандем это происходит от того, что у меня есть партнер, и самые глобальные проблемы, и самые глобальные мысли мы, конечно, обсуждаем. Пусть это будет его мысль, пусть это будет моя мысль, но я считаю, что синергия умов, она несет очень крутой эффект. И в больших, в больших компаниях, в больших компаниях, даже Apple, ну, там все знают, что у Стива Джобса был возняк, да, то есть большие компании всегда есть, кто-то второй, и я здесь называю, это самый первый первый, а это самый первый второй, потому что вот эта синергия, которая происходит между двумя людьми, она несет другую энергию, более мощную, потому что ты должен убедиться, что твоя идея хорошая, а для этого ты должен с кем-то поговорить, а для того, что с кем-то должен поговорить, а у него должно быть такое же открытое сердце, как у тебя, и никто не может настолько сильно открыть сердце, как твой партнер. А если происходит разногласие, вот, допустим, 50 на 50, вот я хочу сказать… Это может быть хороший значок о том, что это может быть недостаточно хорошая идея. Мы же бизнесы, люди бизнеса и лидеры слепых, по сути, и мы вгоняем педаль газа по максимуму и точно знаем, что ничего не произойдет. Но мы-то с вами знаем, что происходит. И падают и большие бизнесы, и падают и компании, которые никогда и в голову не пришло, что они могут разориться. Это именно из-за слепости лидера, я предполагаю, что он очень в себе самоуверен. Не уверен, а самоуверен. И поэтому, когда у партнеров разные виды, то здесь это очень хорошо, это некий контроль. А разногласия? Ну, допустим, представь, у меня одна позиция развития бизнеса, у тебя другая, и у нас 50 на 50. Не хватает третьего человека, который, возможно, бы добавил веса кому-то из нас. Вот это, я вообще считаю, что это может быть сложность. У нас был бизнес на троих человек, и здесь такая сложность у нас всегда была. Когда двое договариваешь, мне казалось, что они сейчас что-то базарят против меня. Вот я прям всегда, я вот в лицо говорю с своими друзьями, и я думаю, что они то же самое чувствовали, когда там кто-то, двое другие, я с кем-то разговаривал, и я думаю, что он против меня сейчас погнал. Потому что если есть одно мнение и два остальных, то внутри кажется, что, хотя мы были очень крутыми друзьями, я очень рад, что сегодня очень крутые друзья, но вот это ощущение, что что-то они пошли против меня, потому что мы лидеры. И чем больше лидер, ну, человек не хочет быть первым, вторым. Ну, по-большому, что-то если он там, ну, хочется быть первым-первым. Но если договориться, да, и вносить некую там ясность в отношениях, то что договариваться, ну, даже на берегу, можно переговаривать. И у человека в жизни все-таки меняются ценности по ходу своей жизни, это я считаю. И чем больше эти ценности меняются, тогда и в бизнес надо сидеть передоговариваться. То есть прошло пять лет, и прямо вот сегодня договоримся, давай мы передоговоримся еще раз через три года. Мы вот такого-то числа, 2020 года, какое будет число, там, 25 апреля, мы сядем и поговорим, куда мы будем двигать наш бизнес. А до тех пор мы просто вкалываем и доверяем друг другу, будем подстраиваться, будем чуть-чуть от себя отпускать, тогда будет бизнес взрываться. А через три года можно передоговорить. Бизнес будет стоить каких-то денег, можно выкупить долю друг друга, можно одного оставить в управление, а второй будет получать только бабло. То есть миллион, возможно, но тогда получается ясность, четкость в отношениях, и тогда это не парит. А разногласия, вот каким образом? Так разногласия, это круто. Так нет, смотри, как их решать? Допустим, у каждого есть обиды, у каждого есть точка зрения. Вот ты как решаешь в тандеме? Каким он названием тандем, благодаря вот тому, что вот в тандеме. Да, да, в партнере. Не из какого-то еще философского. Философский партнер мы с клиентами, это было самое такое инсайтовское, что могло быть из названия, хотя эксперты говорят, что там нет намека на мебель, а я говорю, что чем бы мы ни занимались, главное, чтобы мы думали о людях. Вот в названии очень четко отражена наша философская политика. Мы думаем о своих клиентах. Мы думаем не только о клиентах, мы думаем о своих сотрудников. Это тоже тандем между управленческой частью компании и теми ребятами, кто делает эти блага, создаёт, предоставляет возможности клиентам получать красивые, уютные дома. Вот это тоже тандем. Мы слышим друг друга, у нас нет баррикады. Вот эти зарабатывают бабло и там думают, что-то себе придумают. Эти, ну, работают в производстве. Нет, это тоже тандем. Это тандем между клиентами и тандем между партнерами. Это тандем еще с поставщиками. У нас, я четко верю в вин-вин. Это вот очень четко. И считаю, это самой крутой технологией. Если обе стороны выигрывают, то это да. Я даже не буду там, если у меня есть возможность где-то урезать из цены у партнерской стороны. То есть я точно не буду, если я посмотрю, что она не будет достаточно хорошо зарабатывать. Потому что я точно знаю, что через полгода или год ее не будет. А мне с ней удобно работать. Если я себе позволю заплатить чуть-чуть больше, то я ей заплачу, чтобы она развивалась, чтобы она еще мне лучше давала какие-то материалы. Эти материалы мы сможем использовать для людей. Приходим к разногласиям. Если мы смотрим через технологию win-win, то тогда разногласия, они только точки для роста. А если разногласия другого формата, то эти разногласия, вероятнее всего, на молдавском есть такое слово красивое, орголиум. Прямо такой, как ручеек, такой орголиум. Это борьба за пьедестал или за цель? Потому что мы все люди, ну, немножко такие склонны к тому, чтобы... Мой бизнес сейчас отделан для того, чтобы нам подставили какой-то пьедестал, и мы на нем сидели в лучах славы. То есть из принципа просто? Не из принципа борьба за пьедестал, кто прав. То есть вот за вот это место, там первое на пьедестале. А если, ну, забыть про пьедестал и подумать, а вот, а что выиграть? С последней стороны, а что выиграть в сумме? Одна из технологий, как перейти через разногласия, это поговорить, что будет через полгода. И как это разногласие будет влиять на отношения, которые через полгода. И большинство разногласий, просто, ну, да это вообще не ноль. Смотреть не только тактическую часть, а смотреть в долгосрочной диспетии. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Есть люди, которые считают, что в Молдове бизнес делать нельзя, что уже давно все куплено, переделено, и обычному человеку там делать нечего, только собрать чемодан и уезжать за границу. Вот как ты относишься к этому позиции? Вы знаете, я считаю, что человек всегда находится в двух состояниях. И чтобы одно состояние его отутверждать, другое состояние это доказывает. И чтобы не утвердала утверждающая его часть, доказывающая это докажет. И те люди, кто утверждает, что в Молдавии нет возможности делать бизнес, они будут искать доказательства вот этих именно моментов. А люди, которые будут утверждать, что в Молдавии можно делать бизнес, они будут искать возможности. Я знаю очень много компаний, очень много друзей, которые делали бизнес с нуля, которые поднимались без родителей, которых и фабрики, и бизнесы уже не национальные, а они вышли на другие рынки, которые начинали, и не только начинали, но и делают работу здесь в Молдавии. Более того, я хочу сказать, что в мире, на самом-то деле, конкуренция намного выше, чем в Молдавии. В Молдавии нет конкуренции. Мы недостаточно качественно обслуживаем своих клиентов, ну и они нас прощают. У нас достаточно неплохо обстоят дела с работниками, то есть у нас еще и можно найти хороших ребят. Люди еще хотят учиться. Ну, я не хочу говорить о странах никакие примеры, потому что времени мало, но в Молдавии не так сложно. У нас очень четкое, классное законодательство, потому что у нас не европейская налоговая система, которая оставляет себе 3% годовых. У нас все можно. У нас можно развиваться в уровне в услугах, в производстве, у нас в туризме молдавском. Очень много направлений, где можно развиваться. Очень много. Я действительно считаю, что бизнес в Молдавии не то, что можно, но еще и нужно делать. Вот. Скажи, а вот допустим, если ты называешь, что конкуренции нет, ты можешь дать рекомендации. Она очень маленькая конкуренция. Да, вот ты можешь дать рекомендации каких-то бизнес-идей, которые свободно у тебя нет времени. Ты очень занятой человеком. Давай порекомендуем нашим зрителям, какие бизнесы в твоем понимании очень маржинальные, ну то есть можно заработать на упражнении, и особо мало, никто не занимается, инкуляции низко. Вот по твоему мнению, вот что ты мог упасть в сверху? Сейчас я там вот прям мы смотрели бизнес там. Это начинаем, вот давайте бизнес, который делали мы. Мы делали химчистку, когда нам было очень сложно. Даже с моим напарником там была впадина, ну, группа говоря, финансовая, мы обанкротили носочную фабрику, и надо было... Мы открыли химчистку, да. Что значит? Да, мы ее обанкротили, крутяк такой, жесткач был, но это был такой урок. Это очень круто было. На самом деле, мы должны быть благодарны судьбе за вот эти моменты, когда у нас проблема, потому что это самые большие точки роста. И только в этот момент мы понимаем ценность каждой секунды, ценность тех эмоций. И мы живем, и переживаем каждую секунду, мы помним всю жизнь. Когда у нас все хорошо, ну, как будто вот чувство анихилируется немножко, мы их не чувствуем. Но давайте про бизнес. Это те же химчистки, это те же парикмахерские, которые у нас еще есть. Да, пусть говорят, что у нас парикмахерская, например, визгия. Да, но вы сделаете самую хорошую. Вот, наш прямой пример, это наш общий друг, мы не будем его назвать по имени, его супруга открыла парикмахерскую, в этом году они хотят еще открыть две. Бизнесу два года, они открывают еще две парикмахерские. Вот, одна из очень хороших, вообще все сферы услуг, я верю, что все сферы услуг однозначно приносят большую, большую прибыльность, и там есть очень много вопросов. В Молдавии в мебели не такая большая конкуренция, как казалось бы, в первый раз. Но нужно понимать одно, нужно работать три года, чтобы через три года стать на вот этот пьедестал успеха. Но три года придется вкалывать. Проблема в другом, что наш менталитет, он думает, что мы влачат вложим, и где-то через два месяца он начнет давать прибыль. Нет, он не начнет давать прибыль, и директор будет, то есть вы, как собственник, будете закрывать 95% всех функций, которые должны быть в этой организации, начнут через тебя, будете каскадировать их на остальных сотрудников. не знаю, возьмите бус, начните транспортные услуги, но сначала вам нужно будет быть водителем, а потом вы возьмете еще одного водителя, через полгода у вас будет пять водителей, вы будете диспетчером, и вот будет неплохое начало транспортной компании. А если, допустим, взять статистического начинающего бизнесмена в Балдове, он думает о том, что столько проблем, столько всего здесь, опять я начну, опять не получится, опять вот три года ждать, а там еще может обанкротиться насочная фабрика и еще что-то, и появляется страх. И он думает, да ну нафиг, лучше пойду работать на дядю, это намного лучше. Это тоже нормально, потому что бизнесмен будет в резко. Это не нормально, меня другая мысль. У меня другая мысль. Вот, хорошо. Корнелиус, смотри. Я не говорю, как-то тебе гадится. Ну ты это вырежешь. Понимаешь? Ну интересно, вот что делать вот этого среднестатистическому гражданину, у которого столько сомнений, столько вопросов, и прежде чем он дойдет к чему-то, чтобы делать, он нужно передумывать, ну нафиг этот бизнес, лучше пойду найти. Вот может быть, ты дашь какие-то конкретные шаги, которые должен сделать человек, чтобы действовать и не сомневаться, и не передумывать, и так далее. Да, давайте. Давай. Вот это очень просто. Первое. Делать все. Первое. Просто осознать, что легко не будет. Окей. Первое. Второе. Есть технология трех шагов, которая очень простая. Это первое, осознать то место, в котором ты находишься на самом-то деле, понять, вот что у тебя. Прописать. Вот у меня такое состояние финансовое, у меня столько долгов, у меня такие отношения с друзьями, у меня такие отношения, там, не знаю, с родителями, с девушками, с семьей. Я вот, вот, по здоровью у меня такое состояние. Все. У меня есть такие знания, у меня есть такие плюсы. Второй вопрос. Это просто простить себя за то, в каком-то окружении. И второй вопрос очень сильный и мощный, по-настоящему простить. Иначе мы всегда будем находить себя в том состоянии, почему все это, мне не повезло, со школы, с друзьями или с временем, когда мы родились. И третье, четко прописать то состояние, в котором ты хочешь находиться. Проблема не в том, что люди ничего не хотят делать. Проблема в том, что люди не понимают достаточно хорошо до конца, чего они хотят. Они очень четко, жестко понимают, чего не хотят, но это ни на каплю не приближает их собственным целям и мечтам. Они не хотят мало зарабатывать. Но если их спросить, а сколько ты хочешь зарабатывать, они не будут знать, к сожалению. Они не хотят, чтобы они жили в такой стране. А в какой стране ты хочешь жить? Ну я хочу там, где, там чисто на улице. Сколько бумажек собрал за последнюю неделю сам? Ну я пост написал. Но это же про то, что тоже не хочу так, а не как хочу. Что ты сделал в собственном дворе? Что ты сделал на собственной площадке? Ты подмел, не подмел. Начинаем с себя, с собственного шкафчика, с собственного рабочего ствола. С собственных мыслей переписываем на бумагу. Освобождаем голову, чтобы туда входили мысли, которые светлые и яркие. Но для того, чтобы туда входили светлые и яркие, там нужно сделать порядочек. А это все надо прописать в состоянии мыслей, чего есть, чего... Простить. А простить это значит снять отсюда и быть готовым встретить успех. А успех приходит к тем людям, которые готовы его встретить. Это значит засучить рукава. И вот есть очень классная притча, надеюсь, вы ее не выражите, когда в одной местности не шли дожди. Вот не шли, не шли дожди, и они все пришли к монаху. Говорят, монах, что нам делать? Он говорит, а вы идите помолитесь Богу. Ну они пошли, помолились Богу, помолились через день, пришли. Говорят, опять не идут. А он говорит, вы помолились? Да, помолились. Ну, не идут. Второй раз пришли, они говорят, еще раз помолитесь. Третий день пришли, но только молитесь так, чтобы вы сами поверили, что дождь пойдет. Они пошли, помолились, приходят, говорят, я вам не верю. Вы не молились так, чтобы сами поверили. Говорят, почему же? Кроме всех, из всех вас только я поверил, что пойдет дождь. Как вы так можете? И только он один пришел с зонтиком. Вот к успеху надо готовиться. К успеху надо ходить с зонтиком. То есть, потому что, если вы хотите что-то, у вас есть визитные карточки. Если вы приходите на встречи в бизнес в КМБ, то у вас есть визитные карточки. И вы там пишите, мне для завоевания мира не хватает маркетолога. И всем ее раздаете. И мне для того, чтобы открыть у меня есть бизнес-идею, мне нужно 6 тысяч долларов. Вы печати такую визитную карточку всем раздаете. У кого я 6 тысяч долларов, сразу с вами встретюсь. Если вы приходите, никому ничего не говорите. Вы приходите без бизнес-карточки. Никто не знает ваших мыслей. Ваши мысли путаются еще и с теми мыслями, чего вы не хотите. И вероятнее всего, что вы будете говорить то, чего вы не хотите. То какого хрена это может соединиться? Нет. А когда вы уже не парьтесь на чего не хотите, все ваши мысли сконцентрированы в будущем. Оно непременно реализуется и будут. В вашу жизнь приходят люди, которые вам будут помогать реализовывать. Вот все дело в вере, все дело в утверждениях. Нужно поменять утверждения. А не доказательства. Потому что мы живем в большей части в мире доказательств. Мы меняем доказательства. Я тебе докажу, почему плохо. А ты попробуй мне утверждение поменяй, и все. Если ты мне поменяешь утверждение, я и сам себе докажу. Друзья, мы были в гости у сумасшедшего, энергетически заряженного Корнелио Сыл. Что это такое? Осовладелец компании и фабрики Tandem. Корнелио, огромное спасибо, ты меня зарядил. Я хочу этот мир изменить, потому что невозможно с таком количеством энергии не менять в лучшую сторону то, что вокруг тебя. Спасибо большое. Ты крут, ты реально крут. И вы крутые, и мне нравится, как вы растете, и мне безумно нравится, как они растут. Потому что они верят в то, что делают, потому что они это заявляют. Пусть они спотыкаются, им сложно, пусть они потеряют деньги. Но они оправдывают наши ожидания, они меняют мир, они приводят этих людей. И после того, как эти люди приходят в КМБ, у них другие глаза, у них другие отношения. А человек это продукт отношений. Человек продукт среды, в которой он находится. И для того, чтобы поменять себя, поменяйте среду. Идите в среду, где люди по-настоящему развиваются, говорят о развитии, говорят об успехе. И тогда вашу жизнь изменится. Все круто.